Обмани меня И сворачиваемость крови при потреблении малого доза алкоголя снижается. Это, наряду с рядом других факторов, обеспечивает защитные свойства алкоголя по снижению риска коронарной болезни сердца. Он лжет! И снова надругательство над действительностью. Опять-таки, ну производит, производит алкоголь некоторое воздействие, которое на первый взгляд должно оказывать положительный эффект, так как расширяет сосуды и дает ощущение облегчения. Но это опять бессистемный подход к фактам. Во-первых, снова повторю, что защитный эффект наблюдался только в тех исследованиях, которые были проведены с ошибками. В исследованиях без ошибок защитный эффект отсутствовал. Во-вторых, установлено научно, что этанол способствует накоплению плохого холестерина в крови. Интересный факт. Вопреки устоявшемуся мнению, что алкоголь вымывает холестериновые бляшки, как раз первым признаком того, что человек регулярно употребляет спиртное, является повышенное содержание в его организме холестерина. А результат воздействия алкоголя на нашу сердечно-сосудистую систему такой. Это повышение артериального давления, это развитие атеросклероза, это появление атеросклеротических бляшек в коронарных сосудах, сосудах, питающих головной мозг, сосудах, питающих нижние конечности, ноги человека, с появлением симптомов ишемии и риска развития, соответственно, инфаркта миокарда, нарушение мозгового кровообращения. В-третьих, алкоголь расширяет сосуды только на первом этапе. На втором этапе следует спазм. Но мы не привыкли верить врачам. Мы верим не в академическую медицину, а в проверенные народные средства. И мы точно знаем, что некоторые спиртные напитки, например конья, прекрасно помогают при повышенном давлении. Сосуды расширяются и давление понижается. Сначала расширяются сосуды, а вторая фаза – это спазм, сужение сосудов, выброс катахоламинов, это повышение частоты сердечных сокращений, увеличивается, как бы миокард работает в напряжённом режиме, алкогольная кардиомиопатия, аритмия, нарушение ритма сердца. Мы же с вами знаем, сколько мужчин вот находят внезапно умершими, вот буквально на улице, да, вот это вот та алкогольная кардиомиопатия. В-четвёртых, организм – это достаточно тонкая самоподстраивающаяся система, которая реагирует на внешние факторы. Если в нашем организме какие-то функции нарушены, то закачка туда алкоголя способна лишь на время дать какой-то якобы позитивный эффект. Потому что вскоре организм снова перестроится таким образом, что опять вернётся к старому доалкогольному уровню показателя, например, по свёртываемости крови. Потому что его, наш организм, устраивает именно такая свёртываемость. И если она не устраивает нас, то нужно общаться со своим организмом, давать ему физкультуры, кормить его правильной едой, а не пытаться разжижать холестериновые бляшки алкоголем. Иначе это практически гарантия уподобиться пациенту, который уже не может жить без своих лекарств. К тому же, в данном случае, скачки различных показателей нашего организма до добра не доведут. Сердечные клетки замещаются жировыми, сердце увеличивается в размерах, полностью окутывается жиром, становится дряблым, у человека появляется одышка, не справляется с работой сердца. И человек может умереть от разрыва истончённых ожиревших стенок сердца со смертельным кровотесением. Или от сердечной слабости. Видите? Вот впервые это пивное сердце описали, кто вы думаете? Немецкие учёные. А Германия это родина пива. Германия родина пива. Очень вредно действуют алкогольные изделия на сердечно-сосудистую систему. И здесь я вам расскажу о двух тяжёлых болезнях сердечно-сосудистых, которые сейчас распространены по всему миру. Значит, это атеросклероз и гипертоническая болезнь. И вот на эти две болезни приходится свыше половины смертельных исходов, если взять все болезни вместе взятые. Вот на эту долю там 53% растений. Представляете? И что такое атеросклероз? Атеросклероз это хроническое заболевание, характеризующееся нарушением жиробелкового обмена и накоплением холестерина, жироподобных веществ, в интиме сосудов. Значит, внутри, в самом таком слое, интима называется, в виде пляшек, которые могут закупорить весь просвет. Причём трагедия состоит в том, что человек субъективно не ощущает никаких болей. Он прекрасно себя чувствует, вид у него может быть хорошим, а на самом деле у него уже поражена кровеносная система. И он может в любой момент умереть, если он получит стресс, у него наступит спазм кровеносных сосудов и так далее. И смертельным исходом как раз способствует употреблению алкогольной пинетики, которая усиливает атеросклеротические процессы, значит, усиливает склеротические процессы. Стенка кровеносных сосудов становится плотной, уплотняется. Такие суженные просветы кровеносных сосудов способствуют увеличению кровяного давления, чтобы протолкнуть через узкий просвет кровь, сердце напрягается, и появляется давление. И, допустим, при этом стенки кровеносных сосудов, особенно головного мозга, а они, стенки у них тонкие, прозрачные, а они становятся плотными и ломкими. При повышении кровяного давления, это называется гипертоническим кризом, вот эта стенка кровеносного сосуда может разорваться, и происходит что? Кровоизлияние в головной мозг или инсульт, или инфаркт. Представляете, попросту говоря? Омертвение головного мозга. И если человек сразу не умрет, он становится полным инвалидом. То есть он параличирует ног, и вот эти люди могут лежать десятками лет. И хотя при хроническом потреблении алкоголя в больших дозах наблюдается повреждение мозга, исследования на животных показывают, что эти повреждения не связаны с образованием тромбов, склейкой эритроцитов или чем-либо подобным. Есть и другие поражающие факторы алкоголя, просто как химического вещества. Стоит отметить, что многие мыши вообще умирают при таких исследованиях. И у мышек, может, и наступает поражение раньше от других факторов. Я не беру здесь что-либо необоснованно утверждать. Потому что сам горе-биолог уходит от описания конкретных фактов. А как мы видим, до этого момента все его утверждения были откровенной ложью, лукавством, либо уводом разговора в сторону. Добавлю, что по словам людей, которые делают вскрытия, даже у тех, кто употреблял алкоголь умеренно, картина головного мозга удручающая. Например, Башарин, заведующий кафедрой патологоанатомии, проведший тысячи вскрытий, развеивает мифы о том, что якобы патологоанатомы все поголовно поддерживают теорию культурного питья. Давайте послушаем, что говорит Башарин. Зовут меня Карлом Георгиевичем. Я заведующий кафедрой анатомии и курсом патологической анатомии Медицинского института Якутского государственного университета. Я сам занимаюсь вопросами трезвого здорового образа жизни более 30 лет, а точнее почти 40 лет. Мы должны использовать данные именно патологической анатомии, где сразу все видно, понимаете, все видно. К чему приводят эти употребления алкогольных изделий? Алкоголь – это наркотический яд, опасный в любой дозе. Поэтому нельзя говорить о злоупотреблении. А вот что говорит еще один патологоанатом и токсиколог – Александр Эдигер. Есть люди пьющие и не пьющие. Человек пьющий, внутренне есть масса градации. Но тем не менее, человек, который выпивает, давайте так, по французским меркам, это примерно полбутылки красного вина в сутки. Вот у него есть два органа, как минимум, которые я на вскрытии увижу, изменения которых я на вскрытии увижу легко и просто. Это головной мозг и печень. Там, простите, все понятно. Это утолченая мозговая оболочка, это своеобразное состояние сосудов мозга, это очаги дистрофии или местами даже атрофии коры. Этого более чем достаточно. Можно, конечно, долго спорить, тромбы вызывают разрушение органов или нет. Но вредное воздействие алкоголя налицо. Что же происходит с этими убитыми клетками? Это клетки, человеческая ткань. Температура под черепом 36 градусов. Эти убитые клетки начинают гнить и разлагаться. Но вот это просто супер. Что же такое гниение? Гниение или по-другому аммунификация? Процесс разложения азодосодержащих органических соединений, белков, аминокислот, вызываемых гнилостными бактериями и сапротрофными грибами с образованием дурнопахнущих конечных продуктов, аммиака и первичных амин. Если в мозге человека есть бактерии, если они прошли через гематоэнцефалический барьер, это значит, что человек уже труп. Или вот-вот трупом встанет под причиной острого сепсиса. И снова лукавство. Зачем горе-биолог навязывает нам восприятие вещей в лоб? Буквально. Зачем он подменяет понятия? Конечно, есть амминификация, собственно, гниение. Но в русском языке одно и то же слово может обозначать несколько понятий. В народе говорят, у курильщика нога гниет. Что, они имеют в виду амминификацию? Да, конечно, нет. Это совсем другой процесс. Но так просто принято говорить, это русский язык. Горе-биолог нарочно подменяет понятие, чтобы создать негативное впечатление о Жданове, а затем перенести негативное впечатление и на теорию трезвости. А Жданов просто говорит с людьми на их языке. Если хоть как-то внимательно смотреть эту лекцию, то периодически видно людей, слушающих Жданова. Это простые русские люди, каких 90%. Поэтому слова лизосомы, макрофаги и прочие, прочие, способны лишь возвести барьер между выступающим и слушателем. Главный закон ораторского мастерства. Говори просто, понятно и доступно. Естественно, Жданов не имел ввиду гниение, как аммонификацию. Поэтому это снова просто придирка, способ отвлечь внимание от тех проблем и фактов, которые на самом деле поднимает Жданов в своем выступлении. И я рекомендую всем ознакомиться с лекциями по собриологии. Кстати, наиболее удачной и наиболее компактной лекцией по собриологии я считаю выступление другого собриолога, Виктора Павловича Кривоногова. Давайте посмотрим маленький эпизод из этой лекции. У нас в стране прекрасно налажена система антитрезвого воспитания детей. Ребеночку года два. Первый сознательный новогодний праздник. Для детей-то какое событие. Ёлочку принесли, игрушки развесили. Гости нарядные собрались. Весь хрусталь с этого ассерванта на стол выставили. В центре торт установили. Ребенок ходит, облизывается с трубями и зашел. Тогда же мотоктор дадут. А тут гости расселись и в самый ответственный момент достают из холодильника какую-то красивую-красивую бутылку. И не то, что там вот эта пластиковая из-под газировки. А такая темно-зеленая. Здесь серебряная фольга ее горлышко украшает. Здесь золотые недали в обрамлении виноградных гроздей. И дают самому опытному человеку дяде Коле. Когда Коля берет и с важным видом начинает какую-то проволочку осторожно, осторожно откручивать. А гости аж с месту представляют. А у ребенка вот такую-то. А пусть кто сейчас будет, тоже не знает. Первый раз. И тут пробка как? Да, с потрою для всех закричали. Ура! Бокалы сдвинули. Ребеночек радуется больше всех. Впечатления на всю оставшуюся жизнь. Какие? Вино – это праздник. Вино – это когда все поют пляжу. Это день, когда ребеночку апельсины, мандарины, шоколадки, хоть сколько, без всяких ограничений. Вино – это символ радости, праздника. И когда торт есть сможешь, ешь сколько сможешь. Никто не остановит. Это впечатление на всю оставшуюся жизнь положительные отношения к алкоголю. Вот у меня стаж трезвости с 83-го года, где-то сейчас 6-й год, примерно 23 года. Я пил культурно, умеренно, по большим праздникам пару бокалов шампанских. На Новый год пару бокалов шампанских, где-то на свадьбе, на день рождения. Был типичный культурный питьечка. Почему я бросил пить? Понятно, я рассказал. Но давайте задумись и спросим, а почему я начал пить? И почему вы в большинстве своих 99% начали пить? Если кто-то из вас наивно думает, что это я сам, я сама решила, что буду пить культурно, умеренно, по праздникам, и никогда не сопьюсь, то это неправильно, ничего подобного. Сами вы ничего не знали. Когда вы родились, вы про алкоголь не знали ничего. Все, что вы знаете алкоголик, пришлось вне. Это на самом деле вы с вами начали пить только по одной единственной причине. Мы с вами начали пить, потому что нас с детства решили право свободного выбора. Доказательства. Как у нас построена система воспитания по отношению к алкоголю? Детям говорят так. Пока маленький, не пей совсем, да? Пока маленький, не пей совсем. А когда станешь взрослым, вот у тебя два выбора. Либо ты будешь пьяниц-алкоголик, либо ты будешь культурно, умеренно пьющий. Мы с вами... Но ложь-то заключается в том, что есть, оказывается, третий выбор. А нам об этом никто не говорил. Выбор-то не два, а три. А третий выбор – это нормальная, естественная трезвость от рождения до смерти. А нам-то об этом никто не говорил. Нас лишили право выбора. Лишили право свободы выбора между тремя вот этими. Дали только два. Один куда-то исчез. Так, а что говорить, собственно говоря, об этом третий выборе? Кто мог нам ему дать? Только трезвые люди, взрослые. Давайте проверим, кто прежде всего воспитывает ребенка. Прежде всего, самый близкий. Родители, папа, мама. Пожалуйста, поднимите руку, у кого папа абсолютный трезвенник, за жизнь не выпил ни грамма спиртного. Поднимите руки. Ноль. У кого мама абсолютной трезвенницы, за жизнь не выпил ни грамма спиртного. Ноль. Кто нас воспитывал? Мы с вами здесь и были трезвенниками. Да, мы же родились трезвенниками. Нас распитывал папа, по крайней мере, и трезвенник, да? И мама тоже никто руки не понял. Так какой шанс у нас, мы у нас так вот и решили право выбрать? Многие из вас, наверное, взрослого, трезвого человека, и в глаза мы в первый раз только сегодня видят. Так с кого брать пример-то? Нас решили право выбрать трезвость. А в 30 лет, когда я прослушал пленку, я первый раз в жизни получил право выбрать трезвость. И я сразу же выбрал трезвость. Почему? Я человек науки, работаю в науке. Я изучил теорию трезвости, изучил теорию культурного и умеренного питья. И убедился, что теория трезвости построена на научных принципах, А теория культурного питья, это, грубо говоря, это теория проститутка. Она обслуживает алкогольную мафию. Ее цель – заставить детей пить. И она это делает. В ней никакой науки нет. Она вся лжива насквозь, лицемерна. Но я это понял, к сожалению, только в 30 лет, когда познакомился с ассоциологией. И я вот очень завидую вам. Если бы я услышал, в 16-е не стал вообще пить, сколько бы я еще экономил своих денег и здоровья. Я вам просто завидую. Если вы сейчас восприните идею с ассоциологией, сколько вы сэкономите денег и какими вы будете здоровее, здоровее менять. Вот я вам завидую. Но мне вот так 30 лет. Ну хорошо, тоже повезло. И большинство людей вообще никогда про ассоциологию не слышали. И не знают, что это такое. Даже наркологи многие не знают, что это про ассоциологию. Я думаю, для вас было сюрпризом, что в ассоциологии уделяется так много внимания психологии. А ведь пропагандисты алкоголя пытаются навязать нам мнение, будто бы лекции Жданова и других сабриологов состоят сплошняком из примеров с одноглазыми пукающими бактериями и рекламой Тенториума и Витома. Уверяю вас, вам подсовывают 1% того, что рассказывают Жданов и другие сабриологи. Вот эти гниющие клетки мозга и есть причина головной боли с похмелья у пьяницы. Это еще одна ложь. Головная пла от похмелья связана главным образом с двумя эффектами. Это обезвоживание организма и накопление токсичного ацетодегида. Но чтобы эти гниющие клетки не отравили мозг совсем, организм вынужден закачивать под череп огромное количество жидкости. Вот эта жидкость и давит с утра клещами голову пьяницы. Вот эта жидкость растворяет погибшие клетки. Но это совсем школьный курс биологии. Устранение мертвых клеток из организма осуществляется с помощью других клеток, например, макрофагов. Просто так растворить клетку в воде едва ли получится. И снова идут придирки. Естественно, не вода сама по себе растворяет погибшую клетку. Это делают лизосомы и частично макрофаги. Может быть, я в чем-то и не прав. Но чтобы продукты разложения прокачать через кровь, действительно необходимо дополнительное количество воды. Поэтому, молодые люди, запомните на всю жизнь абсолютно точный научный афоризм. Тот, кто пьет вино и пиво, тот наутро мочится собственными мозгами. Это тоже не менее замечательно. Нервные клетки, даже самые маленькие, имеют размер 4 микрометра в диаметре. Хотя обычно имеют длинные отростки, аксоны, способны стекать более метра в длину. Даже отдельные белки, не то что клетки, не могут пройти через фильтры, стоящие в капсуле гаумена-шумлянского, расположенных в почках. Через эти фильтры может пройти максимум белок массой в 30 кДт. И то с большим проблемой. Любому нормальному человеку, который хоть мало-мальски внимательно слушал выступления, понятно, что через почки с жидкими выделениями выходят продукты разложения, а не сами клетки целиком. И снова мы поймали горе биолога на искажении смысла слов Жданова. И вот меня мои студенты все время терзают. Владимир Георгиевич, ну а сколько можно на праздник выпить, чтобы не навредить? Существует ли так называемая научно обоснованная безопасная доза алкоголя? Так вот, уважаемые молодые люди, тоже запомните на всю жизнь и расскажите всем. Научно обоснованная безопасная доза алкоголя для русского человека, я подчеркиваю особо, для русского человека равна нулю. Не существует для нас безопасной дозы алкоголя. Жизнь вообще не бывает безопасной с алкоголем или без. Тот факт, что жизнь не бывает на 100% безопасной, не означает, что не надо принимать меры предосторожности. Зачем искать дополнительных приключений на заднее место? Нужно прожить столько, сколько нам отпущено сверху, а не уменьшать искусственно этот срок. Я выбираю трезвость. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok